Видите, вот такие пятна. Хвост у нас вот такой печальный. Вот, вот, молодец, еще чуть-чуть. Вы думаете, это следы от лыжника? Нет, это следы от моих ботинок. Хочу немножечко рассказать вам о том, как у нас вообще обстоят дела с выпадением шерсти. Хвостик, видите, вот такой вот высенький, раньше был такой огромный, пушистый. Потом шерсть у нас начала выпадать, мы ездили в врачу, сдавали анализы. Кому интересно, обязательно под этим видео вам ссылочку оставлю, посмотрите, что вообще происходило. Таблетки мы пили-пили, анализы у нас были все хорошие, никаких проблем там с организмом у нас не было, и УЗИ, и все-все нам сделали. Но несмотря на это, какие-то незначительные моменты из-за того, что он у меня кастрированный, гормональные небольшие сбои, малыш засыпает. Ну вот, в общем, мы лечились-лечились, еще нам доктор сказал, если кто-то из вас помнит, вырвать вот эту всю шерсть сухую, вот эту, вот эта шерсть, она типа мертвая. Она такая, как вата, как синтепон, но она у нас была всегда такой, никогда у него не было гладкой шерстовой шерсти. В общем, тут нам что-то вырвали, я в остальных местах сама уже выдирать ничего не стала. Мне было интересно, ну, вообще посмотреть, обрастут те места, где шерстку ударили или нет. Они заросли, но незначительно, все равно здесь, вот видите, вот такие пятна. Я подумала о том, зачем я вообще буду все это выщипывать, если ничего не отрастает. Будет Гесби ходить с лысой попой, это, конечно, не очень так прикольно, поэтому я не стала этого делать. Я сменила их корм, мы убрали курицу. В целом он себя чувствует хорошо от таблеток, могу сказать абсолютно точно. У него стало гораздо больше энергии, он пьет йод, еще какие-то. Сейчас мы уже все это прекратили. Вот, но корм сначала я купила ему вот такой. Три месяца, наверное, мы его кушали, может быть, даже и больше. Альма Натур с ягненком. Корм хороший, кушал он его с большим удовольствием, глазки у него не следились, но по шерсти никаких улучшений я не заметила и решила вернуться к вот этому корму, который я вам показывала уже, наверное, два года назад. Это тот корм, на который мы перешли после того, как Гесби исполнился годик. Когда он кушал этот корм, я же вам покажу, у него была очень хорошая шерсть, и я подумала о том, может быть, сейчас нас эта ситуация спасет. Вообще вот этот вульсблат, или как он называется, волчья кровь, корм очень хороший. Заказывать его можно где-нибудь в интернете, поищите, смотрите, чтобы там белок, жир был, все для вас подходящее, для вашей собаки. У нас там 24-14 должно быть. В общем, Гесби его лопает, но от этого корма, еще тогда я замечала, слезятся глазки. То есть, не то, чтобы прям там текут, но вот такие вот полосочки остаются. В общем, пока что мы будем кушать его. Состав у него прекрасный, хороший, а там уже будет видно дальше. Что мы будем делать? Ну, хвост у нас вот такой печальный. И сама шерсть у нас такая вся очень сухая, жесткая, пузико шелушится. Опять же, с момента его рождения, наверное, это просто его такая вот сухая кожа. Ничего с этим не поделать. Так, в целом, друзья, все хорошо. Сейчас мы пойдем в гулять. Смотрите, какая у нас в этом году снежная зима. Сугробы по колено, все деревья в ине. Очень красиво. Я за всю свою такую вот уже взрослую сознательную жизнь, если честно, даже и не помню, чтобы было такое большое количество снега. Но Гецби у меня халтурщик, гулять не любит. Тоже со многими я общалась. И вы говорите о том, что ваши собаки гуляют по многу. С огромным удовольствием это делают. Давай вперед иди, Гецби. Ну что ж ты все за мной плетешься? А у нас нет, не такой товарищ. С одной стороны, конечно, все это очень красиво. Посмотрите, сколько снега лежит на каждой ветке. Но с другой стороны, деревья очень сильно наклонены вниз под тяжестью снега. Много деревьев ломается, их спиливают. Так что, наверное, весной несколько десятков, а может быть и сотен деревьев мы не досчитаемся. Кто лапу задрал? Гецби. Какая неприличная собака. Ползет. Я его сейчас хотела сфотографировать. Посадила, отстегнула поводочек. А он ни в какую не остается. Один идет за мной. Здесь еще такое скопление собак. Я вам тоже уже рассказывала. Причем стоят знаки о том, что без поводка с собаками гулять запрещено. И несмотря на это, все равно собак больших отпускают. Они здесь относятся, бегают. Гецби заворачивает на каждую дорожку, думая, что мы пойдем домой. Нет, малыш, домой мы еще не идем. Сегодня не так уж и холодно. Будешь гулять? Иди сюда. Халтура. Пойдем вниз сходим. Пойдем на набережную сходим. Пойдем. Посмотрим, почистили здесь лестницу или нет. Так. Ну что тут у нас? Какой спуск. Пойдем. Хотя нет, здесь смотрите, от лестницы-то ничего не осталось. Такая прямая горка. Я сейчас его возьму на ручки и мы спустимся. Вот такую лестницу мы преодолели. Но на самом деле мы с нее скатились. Что я, что Гецби. Вы думаете, это следы от лыжника? Нет, это следы от моих ботинок. У меня все время было огромное желание зимой, когда мы здесь еще жили давным-давно, перейти речку и попасть на ту сторону Сребряного Бора. Потому что летом, понятное дело, что сделать это невозможно. Здесь никаких мостов нет. Я думаю, что это сделано для того, чтобы все, кому не попадя на ту сторону, не ходили. Чтобы попасть в Сребряный Бор, нужно пройти по мосту, у которой там не живописный мост, а поближе беленький. Но сейчас, соответственно, на реке у нас лед, и мы можем с тобой перейти. Рискнем, нет, сбили, нет. Хозяйка у тебя такая трусливая. Такая же, как и ты временами. Надо посмотреть, если кто-то где-то переходит, то и мы с тобой перейдем. Пока что пойдем по прямой, по привычной нам дороге. Смотрите, как деревья низко склонились к воде. Зато здесь, по нижней части, прямо у воды с собаками практически никто не гуляет. Все гуляют сверху. Пробираемся сквозь снежные сугробы. Смотрим, как повалило деревья. Посмотрите, если вы поймете что-нибудь. Ну вот, в общем, ствол у нас ломлен. Дерево лежит. Вот это дерево тоже лежит. Не привыкли мы к таким снегопадам, и природа сразу же страдает. Очень-очень жалко. Зато красиво, конечно, смотрите, да? Просто такое дерево, как шея жирафа. Гетсби. Так хочется тебя сфотографировать, а ты не любишь все это делать. Тоже многие мне пишут, что он у вас все время улыбается. Он такой веселый. Да не, на самом деле, он за день может улыбнуться пару раз. И сделать фотографии, чтобы Гетсби улыбнулся. Это нужно вообще постараться. Он не самая улыбчивая собака. Улыбается только при виде резиночки, вкусняшек. И чего-то такого еще. Ладно, пойдем, наверное, мы домой замерзли. Давай, Гетсби, нам нужно с тобой подняться. Давай, 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 вперед. Ты же сможешь. Я в тебя верю, малыш. Давай. Снега просто по шее. Давай, ты легкий, ты не проваливаешься. Вперед. Молодец. Давай, давай, давай. Надо подняться вот в такую вот горку. Что-то у него не очень-то это и получается. Он застревает. Гетсби. Давай, выбирайся. Скорее, выбирайся. Давай, давай. Ну, маленький. Давай. Трясется. Не получается. Вот, вот. Молодец. Еще чуть-чуть. Давай. Тонет. Давай, давай. Вот, выбежал. Вперед. Что, испугался собачку, да? Нет, малыш, это тоже еще не наш поворот. Вперед. Давай, давай. Я уже не раз рассказывала о том, что перестала покупать обычное молоко и долгого срока хранения и короткого. Покупаю исключительно только когда готовлю какие-то блины и то стараюсь покупать низколактозное, например, молочко или сливки. Также низколактозные. На лактозу у меня аллергии нету, но если вы не можете вы почитаете и сами попробуете перестать пить молоко, вы почувствуете, что сил у вас намного больше, чувствуете вы себя тоже гораздо лучше. А еще я вам покажу вот такой интересный продукт. Смотрите, называется не молоко, овсяное классическое. Сейчас во многих магазинах уже появился этот напиток на прилавках. Фишка в том, что это типа овсяное молоко. Если вы когда-нибудь пробовали его готовить сами из овсяных хлопьев, вот по вкусу приблизительно то же самое. Вместо молока не содержит лактозы, ГМО, трансжиры и антибиотики. Такая вот упаковка стоит в районе 100 рублей. Срок годности здесь, как обычно, вот такой вот долгий. Что у нас здесь написано, кто разбирается в составах, можете почитать, если вам будет интересно. Ну, в общем, такая прикольная замена обычному молоку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!